Добрый день! Здравствуйте! Блин, глина, зырая. Дай, 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 дай. Опять встретились. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Хорошо поработали. А там где-то должен быть виден Никита. Может быть видно, я не знаю. Работает замечательно просто. От прошлогоднего Никиты, можно сказать, мало осталось. Но бывает иногда такое. Заедает, любит ерничать. Ну, все переносимо, терпимо. А то ему писал тут один духоносный, отец. Вот духоносные ваши отцы. Он там был, прислуживал церкви. Вот это довело его до этого. Паразитизм. Духоносные абиралы. Вот так. Заправка горючим и маслом. Вот они, это, я иду здесь в дамбу. Не дамбу, а насыпь была сделана для дороги. Ну, в рост человека больше метра два. Высотой 10 метров шириной. 10 метров. Вот я поднимаюсь по ней сейчас, чтобы сверху обозреть поверхность. Вот. А тут, на той стороне покос. Вот видите, какая она широкая. Широкая. И все бросили. Бросили, как будто никогда не делали. А это вот покос. Женя, теперь еще, кажется, Глушков был. А там вот где-то поля в конце. Там Рыжковский пруд, вот эти деревья. Куда мы поедем. Вот где-то поля кончаются, это конец деревни был. Вот я поворачиваюсь вот на солнце. Вот машина съехала вниз. Бульдозер к нему подпятился. Вот он дает сигнал ему. Видимо, что хватит. Вот полторы тысячи за один час работы. Бульдозерит вчера отработал. Одиннадцать с половиной часов в шестую. Ну, умножая на полторы тысячи. Вот и рассчитывается. Так правильно ли это? Правильно, конечно. Это и машина подгоняет, и горючая, амортизация. Тут все учтено. А вон этот экскаватор Драглайн, тот еще дороже просит. Две тысячи триста за час работы. За час работы. Вот. Какое дело. На той стороне видно две раздевалки. Не знаю, видно нет. Я так снимаю, сам-то толком не вижу ничего. Это сопровождает женщин, наверное, для того, чтобы не воровали горючее. Как хозяин один винного погреба зашел, а там кружка стоит, кроме наливайки. А это зачем? Ну, я когда слажу, пробую. Пробуешь. Он думает, поставлю над ним тоже смотрители. Ну, приходят там через неделю, смотрят, две кружки стоят. А это для меня и для помощника. Сегодня, чем больше разных за прокурорами, судьями ставят, ставят, тем круче взятка. Миллионами уже измеряется. Роснадзор купить могут и прокуратуру, и все. В юридический университет спрашивают, и в юридической. Вот вы будете, такие будут взятку. Больше половины сразу ответили, взятку взять готово. Давали бы хорошую и крупную взятку. Вот и все. Они, это блестители, суд, которому фактически должен президент подчиняться. Что спрашивать? Я вот так пришел к выводу, много лет судился, после освобождения, 11 лет. Выиграл этот суд, что у меня конфисковали фонотеку и прочее. Должны были 11 миллиардов у меня, по-не-донименированными. И выиграл этот суд. Пришел к выводу, что судьи могут быть только верующие. Пусть это будет православный, католик, баптист, мусульманин. Ну, кто верит за гробную жизнь, что там будет за все возмездие. Вот тогда да. А так нет. А что спрашивается, зачем? Зачем он будет честным? Масло, видать, сойдет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...